Всем привет, друзья! Прошла ровно одна неделя после выхода крупного патча для игры The Isle Evrima. Не было немного времени, чтобы снять для вас в то время обзор, хотя я обещал, что с выходом Evrima будет видео. Но, как говорится, что не делается, то к лучшему. Но по поводу в целом об этом обновлении я практически всё сказал на своём стриме. Прошла ровно неделя, и, честно сказать, мало что изменилось в Evrima. Но я расскажу вам главные новости о будущем этого великого творения. А также повторю всё то, что я говорил насчёт Evrima на своих стримах. Ну что же, поехали. Помните, как всего многого нам обещал Донди? Все новые механики, кучу новых Дина и вообще новый полноценный мир-сурвайвл The Isle. Ага. Но есть одно но. Этого не произошло. Да, я тоже ждал, что когда я поставлю игру на обновление, будет совершенно другой мир. Но, возможно, мы не так понимали разработчиков. Вспомните, что они говорили. Они говорили, что это будет отдельная карта, совершенно новая игра, и нам превзнесут всего два новых играбельных Дина, Ютораптора и Танантазавра. По сути дела, да, так оно и произошло. С одной стороны, немного обидно. Хотя, с другой стороны, я рад уже тому, что есть. Ведь если бы они не выпустили этого творения 18 июня, то полноценного патча тебе ещё пришлось бы ждать ещё года два, наверное. Да, Evrima это бета-тест, будущие игры. Все большие проекты начинали когда-то с бетки. Вообще, можно вспомнить ту же ESLU 2015 года. Физика, механика, оптимизация, какой она была. Ну, может, конечно, для того времени это было нормой. Да, в игре на данном этапе будут присутствовать баги, фризы и прочая чертовщина. От этого никуда, увы, не деться. Сейчас нам дали прощупать будущее Evrima и уже тут тебе самому выбирать, хорошо это или плохо. Как и обещали разрабы, будет механика валяния в грязи динозавров. Да, это есть. Juvit Radon может есть траву на лугах, это круто. Конечно, с плавными поворотами сейчас полная беда. Что-то вынюхивать тоже, конечно, сложновато. Многие кричали, что в ESLU нет воды. Да нет, блин, она есть. Есть долины, по которым текут реки, где можно утолить жажду. Вот только аккуратно, а то можешь провалиться в воду и бегать по дну. Конечно, от этого ты не умрешь, даже если спрыгнешь с большой скалы. Повторю, это тест. Да, карта новая, немногие еще знают расположение каких-либо хороших районов для травов или хищей, где есть вода, еда. Кусты для травов есть, это здорово. Но вот что касаемо Юты, здесь есть минус. Сейчас во время нет ботов, а, как говорят многие, что их вообще не будет. Вот тут я тебе скажу, неа. Боты будут, но будут умные боты со своим интеллектом, помните, Траодонов. Ага, которые будут собираться стайками. Так вот, о чем я? А, про питание Юты. Сейчас, либо жрать своих, либо искать Тенонта и нападать стаей. По поводу Ютораптора, скорость у него, конечно, запредельная, но разрабы обещали все исправить. Коллизия столкновения, завал жертвы на землю и перенос еды присутствует. Я не знаю, кто там говорит, что нету коллизии, я не могу переносить жертву убитую, нет. Можете посмотреть мой стрим, можете посмотреть мое видео, все это присутствует. С выходом Эвримы, конечно, была недоработка, жертва в зубах Юты болталась, как извивающаяся змея. Но с выходом патча 0.4.3 это исправили, как и многие другие ошибки и недоработки. Об этом чуть позже. При выходе Эвримы были проблемы с заходом на любой сервер. Сейчас все работает стабильно. Кстати, по нюху динозавров. Хочется сказать отдельно. В будущей полноценной Эвриме будет система запахов. То есть мы сможем отдельно определять травов или хищей, где они прошли или сидят. Сейчас можно определить это лишь только по отличающимся следам. Зеленые это травы, красные здесь пробегала Юта. На первых парах даже кому-то выпадал шанс поиграть за Птеру и Дейна Зуха, но они чертовски были забагованы. Кстати, их могли выдавать только админы серваков. Сейчас эту функцию вроде бы как убрали. Так, ну что же, давайте рассмотрим, что было исправлено после выхода самой Эвримы. Как я и говорил, исправили заходы на сервера. Многие, да и я в том числе, не могли попасть на любой сервер, дабы насладиться игрой. Добавили настройки графики, настройки клавиш. Увеличена дистанция видимости следов. Добавлен фильтр названий серверов. Исправление багов. Исправлены баги серверов. Исправлены баги кнопок главного меню. Исправлена возможность пить, находясь недалеко от воды. И, конечно же, исправлены краши серверов из-за прыжков. Да, немного, но хоть что-то. Донди не забрасывает игру. И если каждую неделю, ну хотя бы каждый месяц будет выходить патч, то у Эвримы есть будущее. По поводу карты Исла Эспера. Она огромна. Правда, сверху на каком-нибудь Птеранодоне мы бы смогли бы рассмотреть всю ту огромную красоту Исла Эспера. Есть кое-что, что мне не очень нравится. Это очень густые джунгли. Ну а так норм, не считая, конечно, некоторых деревьев, висящих в воздухе. В общем, мое мнение об игре. Вы посмотрите, как вообще делают игры. Одну только карту замучаешься пилить. А там еще лепка моделей, анимации, куча мелочей для придания реалистичности. Рико только вышел, ребят. Тем более, это не суперская кампания разрабов и бюджет соответствующий. Тут либо ждать и принимать, пока все как есть, либо вообще не играй, если что-то не устраивает. Они вам даже мир оживили. Попробуй зайти на Тенонтазавре или ютке в густые леса Исла Эспера и крикнуть. Что ты увидишь? Ты увидишь стаи птиц, которые от крика и испуга вылетят с деревьев. Ну а теперь и вообще напоследок еще немного интересной инфы, а именно дорожная карта The Isle. Что это вообще такое? Это то, что каждый месяц разрабы начнут вносить нам в игру все новых и новых Дина. Динозавра, согласно своим планам. Да, в скором времени в игре будет и гнездование, и ночное видение, создание групп. Как сказали разрабы, если будут задержки, то они незамедлительно начнут работу над следующей партией динозавров. Конечно, точные сроки они не сказали. Это, конечно, большой минус опять же, но я буду ждать. Партия первая. Мелкие травоядные. Гомоцефал. Или а-ля Авацератопс. Опять же, непонятно, чисто мне. Он станет ботом, кормежкой для ют. Кстати, было сказано, что данный зверек сможет взрываться в землю, а еще он даже сможет пинаться. Традон. Мелкие ночные хищники и очень страшные. С точностью было сказано, что это будет с тайной Дина, а еще самое криповое, что они будут нападать на игроков и наносить ядовитый урон. Традон ядовитое существо. Как я и говорил, умный искусственный интеллект, ведь в самой The Isle есть Велоцираптор, бот, который также нападает на игроков. Партия вторая. Внесение некрупных травов, дриозавр или галемим. Однако, разрабы выразились так, что это будет чистый корм для ютарапторов. Средние хищники. Корнотавр. Хороший соперник Тенантазавром и легкая добыча для стаи ютарапторов. Но мы сразу же развеем миф, что Тенонта это танк. Партия 3. Некрупные хищи. Зухамим. Барионикс. Дейнозух. Партия 4. Пахи. Будут схожи с первой партией, эти ребята будут наносить приличные цифры урона. Циратозавр. Да, на церкву разрабы давно положили, и как они сказали, что планы на него во время, ого-го какие. Не исключено, что циратозавр будет хорошим представителем в игре, который сможет убивать и поедать представителей своего рода, а также подъедать самую гнилую падаль. Ну что ж, ребята, вам решать, Эврима это хорошо или плохо, ну, а тебя я попрошу поставить пальчик вверх, обязательно подписаться на канал, нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые свежие новости по обзорам The Isle. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok